Ты со мной Бог Поднимаю я крылья вновь Побегу и не устану Я пойду и не утомлю Не утомлю Ты даешь силу Ты даешь силу мне Если я утомлю Если потух огонь Ты со мной Бог И ты даешь крепость мне Если я везде мог Если нет силы встать Ты со мной Бог Я надеюсь на тебя Поднимаю я крылья вновь Побегу и не устану Я пойду и не утомлю Я надеюсь на тебя Поднимаю я крылья вновь Побегу и не устану Я пойду и не утомлю Я пойду и не утомлю Я пойду и не утомлю Расправив крылья я, болю без тени страха, Покоюсь я в твоих обернованиях. Ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, Ты Бог имануил все в руках твоих. Расправив крылья я, болю без тени страха, Покоюсь я в твоих обернованиях. Ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, Ты Бог имануил все в руках твоих. Все в руках твоих, все в руках твоих. Расправив крылья я, болю без тени страха, Покоюсь я в твоих обернованиях. Расправив крылья я, болю без тени страха, Покоюсь я в твоих обернованиях. Расправив крылья я, болю без тени страха, Ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, Ты Бог имануил все в руках твоих. Расправив крылья я, болю без тени страха, Ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, Расправив крылья я, боле без тени страха, Расправив крылья я, боли без тени страха, Аплодисменты 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 даже как-то глупо, понимаете, он знает все. Если я даже, он сказал, говорит, слушай, у меня даже волосы сочтены на голове твоей, на бороде твоей, все, вот все я знаю о тебе, все. Можешь не бояться. И Господь хочет, чтобы мы были спокойные и помимо способные. Он делает способных. Если ты сегодня сидишь в этих рядах, значит, тебя Господь нашел способным на дальнейшее движение. Господь нашел тебя сильным, потому что ты согласился, ты пошел, ты не обратил внимания ни на какое, ни на косноязычие, ни на чего, никакие проблемы в своем доме. Слава Богу, и пусть Господь благословит тебя. Сегодня, друзья, знаете, я бы хотел, прошу прощения, поговорить, интересно очень раскрыть тему. Это Иоанна 8 глава, с 3 по 11 стих, наберитесь терпения, буду читать. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему, учитель, это женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями, что ты скажешь. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень, и опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала, Никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Мы видим такую картину, где женщина, фарисеи, и должна случиться смерть. Конечно же, Иисус. Мы видим, знаете, эту такую жизненную картину в тот момент, где можно было побивать камнями, и это было нормально. Тем более, это было за прелюбодеяние. Знаете, не знаю, насколько это достоверная такая информация, если случалось прелюбодеяние, то есть это измена своему мужу, то, как бы, такой закон существовал в то время, что должен первый камень в нее кинуть ее собственный сын. Вот. И потом начиналось это побиение камнями, и эта трагедия случалась. И мы видим, как, ну, можно сказать, языком этого мира, они пришли, как бы, на стрелку доказать свою справедливость, и за ними стоял закон, который вы должны побить. Ну, естественно, этот закон, где есть закон, есть прокурор, и прокурор этот является лукавым, где хочет крови и смерти, и обвинители. Но они могли не приводить ее к Иисусу, но совершить суд. Но им нужно было осудить не только ее, но им нужно было осудить еще Иисуса Христа. Вы знаете, на сегодняшний день, если переосмыслить, сегодня очень много таких странных вещей, когда люди начинают осуждать, осуждать Бога. Вы слышали, наверное, когда доносили Слово Божие, и кто-то вам говорил, что, да знаете, что, да почему Бог допустил ту или иную ситуацию там, или почему там война, почему вот это вот случилось. И вот эти вот искушения, они и дошли до наших дней. И когда вот этот суд совершался, когда совершался вот этот вот приговор, который они вынесли, и они очень внимательно слушали, что скажет Иисус, что скажет этот самый Учитель. Они шли с таким расчетом, что Он здесь ничего не сможет сделать. Здесь мы ее сто процентов, мы совершим это побиение, мы будем в выигрыше, и мы скажем, ну что-то ты ничего не сделал. И видите, как слово мудрости дает Господь Иисусу, и говорит, слушай, кто первый, кто из вас без греха, первый бросьте в нее камень. И что мы видим дальше? И они пошли, обличаемые совестью. Значит, еще есть совесть. И возможно, знаете, такой момент, что они сами блудили с ней. Но искусить Иисуса Христа, подставить Его и рассказать Ему о своих вопросах, это было намного важнее. Где вчера буквально я одному человеку даю Евангелие, брошюрку, и говорю, знаешь, Бог любит тебя. Он говорит, не-не-не-не, пожалуйста, пожалуйста, нет-нет-нет-нет. А что мешает вам взять это? Он говорит, у меня свой Бог. Я верю в своего Бога. Это те процессы, которые лично мне. Знаете, очень страшно создать своего Бога внутри своего сердца, которым ты будешь, даже я скажу, молиться. Это в душе, как мы его называем. Не мы называем, а люди в мире называют его в душе, когда человек не знает, кому молится, не знает, от чего живет, но камни в руках он держит крепко и не хочет их отпускать. И знаете, и вот эти люди, которые привели к убиению, знаете, это мое личное такое откровение, можете не ставить его в себе, в закон. Они тоже блудили с этой женщиной. И вы знаете, у евреев есть такой закон, когда ты согрешил, и они это понимали. Что когда согрешил, нужно принести ягненка, да? Жертва за грех. Я думаю, это продолжалось изо дня в день, и ягнят не осталось. Но это мое мнение. И они решили избавиться уже от нее. Ну, сколько можно уже, поговорившись, наверное, может, посовещавшись между собой. У меня, говорит, стадо кончилось. Да и у меня тоже, говорит, благодаря вот ей, она виновата, давай побьем камнями, давай. Согласились, ну, давай к Иисусу уведем, давай с Иисусом переговорим, и мы сделаем свое, то, что мы хотели. И знаете, их душевный провал показал, с кем они имеют дело. Когда они провалились, когда они бросили камни, они понимали, что они проиграли. Что вот это время, которое провели они в общении, они не выдержали. Знаете, ну, это неприятно, когда ты проигрываешь в каких-то спорах. Хотя за тобой закон, за твоим сердцем стоит уже закон, где Моисей, где все создал. Но Господь абсолютно обращает эту ситуацию по-другому. Это хорошо иметь такого друга, когда при его слове, понимаешь, есть такая защита. Я думаю, эта женщина, она даже не ожидала такого поворота. Она приготовилась к смерти. Она приготовилась уже все. Сейчас этот Иисус скажет свое дело, и все. И на этом все закончится. И страх, может быть, ее переполнял. Я думаю, что не может это на самом деле. Это была такая тяжелая ситуация. И, знаете, а с грехом-то как-то нужно же разобраться. Ну, грех же все-таки был с ее стороны. Никто не видит чужого греха. Никто не видит своего греха. Иисус показывает, кто без греха, первый бросит на нее камень. Но человек не видит своего греха. Мы видим только, как вот она явно согрешила. А то, что как я дома себя веду, я на это тяжело. Я на это не обращаю внимания. Как у меня есть соотношение, есть ли у меня личные отношения со Христом. Я на это не обращаю внимания. Я обращаю внимание то, что, как сделал кто-то. И когда Господь уже обличил их, конечно, они уже были обличаемы. И вы знаете, это тоже вот такое вот откровение, которое Господь, когда, может быть, писал на земле, может быть, он это сказал, это и в Библии, может быть, не записали. Но это есть в Писании. Он говорит, да что вы, мужики, беспокоитесь за то, что побить ее камнями. Я заплачу. Я заплачу за этот грех. Цена остается за мной. С меня возьмете то, что она сегодня согрешила, то, что она сделала, то, что она провела такое время. И когда фарисеи ждали расправы, они действительно, они стали нейтральными. И вы знаете, я скажу, что в этом, я когда рассматривал эту картинку, я увидел их убийцами. Фарисеи как убийцы. Они выступили как убийцы. Но посмотрите внимательно, когда мы будем читать это Писание, они невольно. Такие люди нам нужны. Если мы, может быть, как-то ожесточаемся, кто-то, если нас предает. Нам же ведь все-таки неприятно, когда кто-то нам мешает жить, кто-то предает, кто-то огорчает нас, особенно, когда это родные, близкие. И нам кажется, ну все, слушай, ну это жизнь невыносимая. Ну дал же ведь Господь мне такое счастье, жить с тобой, допустим, да, или с ней, там, с мужем, с женой, или кто-то не понравился друг другу, или там брат какой-то нехороший. Знаете, в этом есть смысл. И он очень глубокий. Яков пишет, что с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Но посмотрите, какой момент. Один из таких интересных моментов. Искушая Иисуса Христа, они пришли для того, чтобы и Иисуса искусить, да? Нажаловаться Ему про эту женщину. Ну, естественно, и женщину побить камнями. Но они превратились в евангелистов. Не понимаете, о чем речь идет. Они превратились в евангелистов. Они привели женщину к Иисусу Христу. Знаете, она увидела ситуацию. Вот впереди пишущая «Свободу». И Иисус, этот парень, имеет вес, он имеет силу, он имеет власть. А сзади-то смерть. И даже смерть, и даже с тем оружием, которое она видела. Она даже, может быть, пересчитала, сколько камней у каждого в руках. Если каждый по пять раз поднимет эти камни, то это вообще будет лепешка. И тут впереди Иисус. И знаете, и в сердце, я думаю, у нее заныло. И все, что было внутри, оно поменялось. И она просто, может быть, взмолилась. Я не знаю этой ситуации, как оно было. Как оно... Но я представляю, что она могла пережить. Вы знаете, если честно сказать, мы здесь, в этом зале, не все от хорошей жизни. Мы все здесь не пришли, потому что увидели, услышали Евангелие. О, Галилуя! Евангелие! Иисус Господь живой! И прибежали. И пришли. И давайте прославим Господа. Давайте будем славить. А теперь мы будем веселые. Вчера мы были грустные, а сегодня будем веселые. Почему? Иисус воскрес! Слушай, не впечатляет. Честно говорю, меня, вот это... Сколько меня евангелисты ходили, это меня не впечатляло. Меня, знаете, что, честно говоря, впечатлило? Моя собственная смерть, когда я умирал. Когда я уже чувствовал, что вот моя инвалидная коляска, вот моя прожитая до 25 лет жизнь моя. И больше меня никакое Евангелие, да пусть меня Господь простит, не вдохновляло. Сколько было евангелистов в 90-е годы, просто через каждый шаг давали какую-нибудь брошюрку с Иисусом Христом, там, может, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, восьмого, десятого дня, ну, всяких дней люди подходили и что-то предлагали. Вот. Ну, и все говорили об Иисусе Христе, и я просто открещивался, и просто... Ребят, 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 ребят. Для меня, у меня свой Бог, как я это помню, говорил, для меня лучший... Я думаю, как я пить не буду, слушай. Как я не буду жить своей жизнью? Вы покушаетесь на мою собственную жизнь, а я хочу жить так, как я хочу. И вы знаете, это хорошо, я не хочу никого оскорбить, кто действительно пришел от Евангелия, кто пришел действительно от свидетельства, как, допустим, это произошло с Захеем, да? Захей пришел Иисус, Захею пришел Иисус. Захей был мытарем. Ну, посидим давай, чай, побьем, шашлык, мышлык, поговорим там, туда-сюда, поговорили. И Захей, вау, я грешник. Что я натворил? Что я сделал? Моя жизнь просто невыносимая. И его жизнь изменилась, и он начал все раздавать нищим, он был обличаем и совестью. И все пошло как-то на перекос, и все, и он согласился. Но знаете, мы дальше посмотрим, какова цена. Я скажу, мы тоже заплатили цену. Иисус Христос заплатил свою цену, и мы тоже заплатили, чтобы быть в свою цену. Это наше согласие перед Богом, где Господь вошел в наше сердце и начал его менять. Мы дали эту возможность Иисусу Христу. Иисус хочет, чтобы в нем мы увидели Спасителя. Знаете, зачастую, если мы его не видим напрямую, если мы не видим через Слово Божие, если мы не воспринимаем Слово Божие, то оно же не будет в нас производить действие. Запомним одну вещь. Слово Божие производит действие тогда, когда ты соглашаешься с этим Словом, когда ты его принимаешь, когда ты говоришь добро. И когда человек говорит, я грешный там или обличает, я согласен, я понял, я понял, я услышал. Скажи, я услышал. Друзья мои, и знаешь, и ты понял, что твоя жизнь, сзади стоят ребята с камнями, сзади стоит алкоголь, сзади стоят наркотики. Мне, знаете, нравится, когда, Гены вот нету у нас, да, сейчас с нами, где он работает с наркоманами, я скажу, что слава Богу за людей, которые прошли тяжелючий путь, жизненный путь, где он был, когда наркоманом, когда он уже понимал, что такая золотая доза, когда ты уже передозировка, когда ты уже присмерти, когда ты уже помирал, и когда ты в любой час, в любой момент подумаешь или засомневаешься в Иисусе Христе, как только у тебя это приходит мысль, ты вспоминаешь, опа, а сзади это парни с камнями. Мне нужно решить этот вопрос, или они меня убьют. Я лучше буду ходить с Иисусом Христом, я скажу, вы победители, я еще раз повторяю, то, что вы победили, всякое искушение, всякую внутреннюю ломку, и согласились идти. Пройдите во имя Иисуса Христа до конца этот жизненный путь, и тогда, и тогда оно свершится. И тогда подтверждение всех проповедников, все слово Священного Писания, вы поймете, мы поймем. Халилюя! Свершилось это все правда. Это правда, что мы согласились. Это правда, это хорошо, что когда-то мы переболели, может быть, с какой-то страшной болезнью. Это хорошо, знаете, я встречал очень много людей и расспрашивал свидетельства, ну, или когда мы сами знаете эти свидетельства, кто-то свидетельствует, говорит, слушай, я когда был без Бога, у меня был гепатит С, а вот я покаялся, Бог меня исцелил. Один мальчик пришел в церковь и он свидетельствовал, он говорит, у меня была эпилепсия, и у меня било припадки шесть раз на дню. После того, как я покаялся, у меня ни одного приступа не стало. Послушай, когда Иисус, когда Иисус в твою жизнь входит, места припадкам нету, и ты начинаешь ценить, и ты запоминаешь, слушай, в какой момент это было, в какой момент это отошло, я скажу, что цените то, что Господь однажды вошел в наше сердце. Это очень драгоценно. Даже, может быть, мы где-то обозленные, может быть, мы где-то не в настроении там, или не в духе, или еще что-то, но это очень ценно. Это, слава Богу, может быть, за ту смерть, которая к нам приблизилась. Дьявол думал, что он сейчас умертвит или уничтожит нас, но он сделал нас сильными, но ситуация, в которую мы попали, она сделала нас мудрыми, и мы стали двигаться за Христом. Слава Господу за тех, которые нам открывает Господь. И грех, и смерть приводят к покаянию, и я не смогу без Иисуса. Знаете, вот этот дальнейший путь, который мы происходим с Иисусом, мы получаем освобождение. Иоанна 8, 36, я скажу, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мы приходим к Иисусу и получаем полную свободу от тех вещей, которые нам привезли. И смотрите, есть такой момент, когда эту женщину привели на растерзание. Священное Писание говорит, Иоанна 3, 17, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Друзья мои, сам Отец послал Своего Сына не для того, чтобы тебя уличить, наказать, поймать за какой-то грех. Знаете, да, грех, он несет за собой какую-то тяжесть, но у нас есть Искупитель Иисус тот, который всегда запомнит за тебя. Если Его жизнь, если Его жизнь стала смертью, стала пыткой, я скажу, это цена. Это великая цена. Это не для того, чтобы ты потом пошел в ад. Это не для того, чтобы ты при ошибках, при каких-то делах пошел и отрекся от Иисуса Христа или перестал ходить в церковь. Если уже что-то приключилось, если что-то получилось, есть время очиститься, покаяться, встать в строй и следовать дальше. Никогда во имя Иисуса просто будьте мудрыми. Будьте мудрыми, никогда не оставлять ни служения, никогда не оставлять ни церковь свою, ничего. Знаете, буквально общаясь с одним молодым человеком, в этом году, вы помните, был объявлен карантин. И он, по-моему, сейчас. Вот. Кто-то понимает это, да? Слушай. И он говорит, ты знаешь, мы до того привыкли к этому карантину, мы до того привыкли к этому карантину, мы сперва разговаривали онлайн, мы сперва разговаривали в Zoom, Потом перестали разговаривать с Зуми, потом перестали молиться, потом перешли на домашнее общение, ну, все это по домам было. И знаешь, что я решил? Он решил. Я сделаю себе отпуск. Я отдохну. Я вам скажу, друзья мои, от Иисуса отдыхать нельзя. Нужно отдыхать в Иисусе. Нужно отдыхать, когда у тебя Иисус. Я скажу, от молитвы нельзя отдыхать. Нельзя отдыхать от чтения Библии. Это возвращение, это провал, это то, что тебя приведет. Это, знаешь, если ты останавливаешься, это то, что ведет тем, которые стоят с камнями. И ни в коем случае не посмотреть назад, не желая, что ты теряешь. Знаешь, однажды женщина посмотрела назад и превратилась в кусок соли, да? Вот такой соляной вкусный стол, допустим, получился, да? Вот. Я не знаю, его, может быть, уже и разобрали этот стол. Кто-то уже много супа съел из него. Но одна женщина, которая пережила это все, мы сейчас о ней поговорим, об этой дальнейшей судьбе этого человека, которая, знаешь, решила пересмотреть Иисуса любовь. Она решила, она решила сблизиться. Скажи, сблизиться с Иисусом. Я желаю сблизиться с Иисусом. Я прочитаю место из Писания. Это Лука 7, глава 36 стих и далее. И также тут опять получается, что некто из фарисеев попросил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег и вот женщина, того города, которой была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И встав позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо эта грешница, обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно, правильно, друг мой, ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли, ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, и волосами головы свои отерла, ты целования мне не дал. А она с тех пор, как пришла, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавши с ним кричали, начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера спасла тебя, иди с миром. Вот еще одна картина. Знаете, мы не знаем точно, та ли это женщина, но по совпадению она очень похожа, что это та, которую хотели побить камнями. И один такой момент фарисей пригласил в гости Иисуса Христа. Знаете, мы что видим в этой картине? Пригласивший Иисуса Христа, этот человек, он не воспринимал его. Мы видим, что когда Иисус перечисляет, Он говорит, ты головы мне не помазал, ты ног мне не помыл, ничего не сделал. Вот. Иисус его не обвиняет, но Он ему показывает, слушай. Ты не тот, кому я нужен. Для чего ты меня пригласил в гости? По сути дела, ты хочешь послушать умных речей? Знаете, порой нам кажется, нам просто охота послушать проповедь. Господь нас побуждает к действию, но этот человек, он может быть пригласил Иисуса, посадил на стульчик скромненький, сам лег на диван. Рассказывай, я буду тебя внимательно слушать, что ты мне можешь какую-то новизну сказать, я послушаю, что за новое учение. И когда Иисус ему говорит, слушай, нет, я не этого хочу. Я не хочу, чтобы ты меня послушал, чтобы ты меня там выслушал, как посмотрел телевизор, какой-то телесериал и взял для себя что-то. Я хочу, чтобы мое слово тебя изменило, как изменило эту женщину. Ты мало любил. Ты мало меня полюбил. Послушай, эта женщина, которая полюбила много, ей много прощено. И ей много прощено, и она свободна. Но ты, ты тот, который остался фарисеем, и для тебя Слово Божие, оно не имеет ни власти, ни действия, ничего. Сколько лет ты фарисей? Сколько лет ты читал Тору? Сколько лет ты знал, что я приду на эту землю? И неужели твое сердце не дрогнуло и не изменило тебя совсем? Не сделало тебя таким, чтобы ты, встретив Иисуса Христа, решил измениться? Или ты хочешь сказать, что ты уже слышал мои слова? Или ты хочешь сказать, что эти слова Евангелия тебя не тронули? Знаете, друзья мои, если слова Евангелия не задевают человека, я уже говорил об этом. Это пустое, это пустота. Необходимо, необходимо любить. И вот эта женщина, когда приобрела новое спасение, новое рождение, она оценила свою жизнь. Когда мне пришлось, знаете, сделать в своей жизни выбор, гулять дальше или уже лежать как овощ, это было где-то в 95-м году, в 96-м. Я уже рассказывал эту, может быть, историю, но для некоторых, может, это будет назидательно. Мы с товарищем шли домой через стройку, и где-то с 4-метровой отметки я упал вместе с ним. Он упал на песок, я упал на бетонный блок, сломал ребра и спину повредил. Ну, и, видать, очень сильно. И вы знаете, и как будто в этот момент я все понял. Я слышал об Иисусе Христе, я вспомнил всех евангелистов, я вспомнил всех проповедников, я вспомнил Слово Иисус Христос, я вспомнил иконы. И мое существо, моя внутренность начала хватать все, что Слово Бога, Боги, Бог Христос, Господь. Все, все, мне сейчас все. И я просто говорю, прости, прости. И знаете, я слышу, со мной заговорил Господь. А я вспоминаю, лет 10 назад, лет 5 назад, где-то кто-то меня довел до того, что я покаялся. И он говорит, я тебя простил, я тебя уже все простил, дело не в этом. И я хочу, чтобы ты оставил эту греховную жизнь. Да доведешь ты себя до этого. И умрешь. И я говорю, Господь, все. Вот если я остаюсь живой, я тебе обещаю, я буду служить тебе до конца дней жизни, слава Богу. Он исполнил свое обетование, и я исполнил свое обещание, которое было перед Господом. Слава Богу, что сегодня живой и могу служить Господу. И я понимаю, что за этим стояла смерть. Я скажу, и она стала толчком в мою жизнь. Я скажу, выбор, если мы делаем выбор за Иисусом Христом, то мы должны принимать Его очень внимательно, когда Он заходит в твой дом. Это Священное Писание, пусть это будет Священное Писание, пусть это будет Евангелие, пусть это будет Церковь. Я хочу сказать, нельзя к ней отнестись так, что как будто это какой-то зрительный зал, это концерт, здесь хорошо играют и здесь поют. Друг мой, брат мой и сестра, обязательно, я говорю как бы в такой интерпретации, обязательно нужно разбить алавастровый сосуд. Обязательно ты должен понять, что это драгоценное миро, оно не принадлежит тебе. Что душиться уже вот этим миром, ты должен понять, что связь с блудниками, с блудницами уже никогда не будет. Ты должен внутри сделать уже конкретное решение, впереди Иисус. Знаете, однажды, буквально одной женщине, уже зрелой в возрасте, я имею в виду уже во Христе, я ей сказал такую вещь, никогда не воруй. Она даже обиделась на меня. Как так? Ты меня что за вора принимаешь? Олег, серьезно, я говорю, не знаю, я получил это слово, не воруй. Покайся, и Господь изменит тебя. Знаете, я, может быть, сейчас говорю такую проповедь, которая как для начинающих, но я скажу, для кого-то оно полезно. Не возвращайся назад, смотри на Иисуса Христа, смотри всем сердцем, всем разумением, выбирай служение и следуй за Ним. Пусть это будет тяжело, пусть это будет нелегко, пусть даже кто-то в церкви на тебя косо посмотрел, пусть ты даже никому не понравился, пусть, может быть, ты не очень так и хорошо поешь, но ты поешь Господу. Господь оценивает твой талант, Господь оценивает твои уста, твое сердце. Бог тебя любит именно таким, какой ты есть, потому что Он заплатил за тебя и за меня свою драгоценную жизнь. Он пролил свою кровь. Друзья мои, это очень значащая, многозначная, это кровь Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok